Последние исследования ученых утверждают, что у 78% переболевших коронавирусом даже через 2,5 месяца после выздоровления наблюдаются аномалии в работе сердца, а у 60% признаки миокардиального воспаления. И это не зависит от того, насколько тяжело человек переболел. Серьезные осложнения встречаются даже у людей, бессимптомно перенесших COVID-19. Об особой зоне риска в течение ближайших 30 минут. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору». Надеюсь, телефон уже рядом с вами. Дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи Мария Скуратова, заведующая кардиологическим отделением больницы Пирогова и главный внештатный специалист по кардиологии городского округа Самара. Добрый вечер. Добрый вечер, Инна С. Добрый вечер, наши телезрители. Мы работаем в прямом эфире. Вы уже знаете. Телефон 202-11-22. Пожалуйста, Мария Алексеевна ответит на ваши вопросы, не только на мои. Итак, мы сегодня решили поговорить об особой зоне риска. И прежде всего, наверное, я хотела бы спросить вот о чем. Понятно, что COVID-19 опасен для всех. Но, наверное, есть такие заболевания, при которых он особенно опасен. И вот если использовать знания, которые у нас есть в свободном доступе, например, что при коронавирусе увеличится тромбообразование, то нетрудно предположить, что для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, наверное, он действительно опасен, чем может быть для каких-то других людей. Да, на самом деле коронавирус основным механизмом действия вируса в организме является образование тромбов. И у людей, страдающими сердечно-сосудистыми заболеваниями, по своей природе повышенный риск тромбообразования, плюс вирус усиливает это свойство. Будь то атеросклеротическая бляшка или артериальная гипертензия, риск тромбообразования всегда гораздо выше, чем у людей без сопутствующей сердечно-сосудистой патологии. Поэтому именно эта категория людей, наших пациентов, должна быть особенно бдительна к себе, вести профилактические меры и стараться не заболеть коронавирусной инфекцией. Вот люди, у которых такие болезни, сердечно-сосудистые заболевания, как они восстанавливаются после COVID-19? Наверняка уже немало ваших пациентов переболело. Я могу сказать, что люди, имеющие сердечно-сосудистые заболевания, и у кого-то коронавирусом является триггером. То есть раннее заболевание, возможно, протекало в скрытой форме, и человек не наблюдал его. А после перенесенной коронавирусной инфекции появляется ряд симптомов, связанных с сердечно-сосудистой системой. Это могут быть аритмии, это могут быть воспалительные процессы в сердечной мышце, это может начать повышаться артериальное давление. Всегда восстановительный период достаточно сложный, затянутый. Вроде бы мы уже купировали острые проявления коронавирусной инфекции, нет пневмонии, она разрешилась. А еще человек, наш пациент, не совсем восстановился. В таком случае, конечно, нужны дополнительные лечебные мероприятия. А как бы Вы прокомментировали вот эти данные, которые я озвучила в начале программы, что действительно после перенесенного заболевания с сердцем проблемы даже у тех пор? Дело все в том, что коронавирус попадает не только в легочную ткань, но он может попадать и в ткань кишечника, и в ткань сердца. И сердце является одним из органов, где вирус может внутриклеточно размножаться. Безусловно, на первом месте стоят легкие, но почти у 75% имеется поражение в той или иной степени миокарда. Сам вирус, проникая внутрь клетки, может ее разрушать, нарушает энергетический обмен клетки, ну и плюс вызывает тромбообразование. Поэтому иногда за видимым благополучием и вроде бы отсутствием жалоб со стороны сердечно-сосудистой системы идет постепенное медленное поражение сердечной мышцы. Вот это один из механизмов такого хитрого вируса. Если вы опоздали к началу программы, я расскажу, кто у нас сегодня в гостях. Это Мария Скуратова, заведующая кардиоотделением больницы Пирогова, главный внештатный специалист по кардиологии городского округа Самара. Мы работаем в прямом эфире, телефон 202-11-22. Если вас беспокоят болезни сердца или, может быть, какие-то другие проблемы, вы можете позвонить к нам в студию. Сегодня мы говорим, в общем-то, о кардиологических пациентах. Мария Алексеевна, я еще знаю, что некоторые люди, которые перенесли коронавирусную инфекцию, могут путать сердечную боль с легочной. И вот выписался уже человек из больницы, ну, либо перенес заболевание дома, чувствует, что есть какая-то боль и думает, что, наверное, это болят легкие, поскольку для нас коронавирус, ну, прежде всего, как-то ассоциируется с легкими, да. И таким образом он может пропустить начало сердечного заболевания. Вот можно ли отличить действительно как-то пневмонию и болезни сердца, ну, учитывая, что человек сам, конечно, не имеет медицинского образования? Инесса, хороший вопрос, спасибо вам за него. Во-первых, начнем с того, что, как вы говорите, легкие, пораженные легкие сами боли не дают. Всегда болевые ощущения возникают, либо это воздействие плевры, сорочки, которые окутывают легочную ткань, либо это межреберные мышцы. И это немножко другой характер боли, то есть, когда человек кашляет, он напрягается, и вот возникает такая, ну, скажем, миологическая боль. Боль со стороны сердца, она несколько иная. И я уже своим пациентам рассказывала, и, может быть, был ряд еще, так сказать, выступлений, когда я говорю, что если появляется давящая боль за грудиной или в области сердца, не надо ждать, не надо терпеть, надо всегда обратиться к врачу. Либо это будет плановое обращение, либо это будет обращение в службу экстренной медицинской помощи. Это очень важный момент, когда возникает боль, не ждать и не терпеть. Еще раз напомню номер телефона 202-11-22. Мы работаем в прямом эфире. И сейчас вопрос, могут ли сердечно-сосудистые больные, неправильно говорю, больные сердечно-сосудистыми заболеваниями, сделать прививку от коронавируса, как-то защитить себя? Не только могут, но и должны это сделать. Если обратиться к статистике, то население старше 65 лет – это почти треть. То есть, если наша Самарская область более 3 миллионов, то где-то приблизительно миллион человек – это люди старшей возрастной группы. Из них почти 90% страдают теми или иными заболеваниями сердечно-сосудистой системы. То есть, мы говорим в целом о 900 тысяч населения Самарской области. И это самая уязвимая группа. Недаром у нас были регламентирующие мероприятия 65+, самоизоляция. То есть, это та хрупкая группа населения, которая в первую очередь подвержена коронавирусной инфекции. И, конечно, надо начинать с этой группы, безусловно. То есть, именно с пожилых пациентов активно их прививать. Потому что прививка в данном случае предупредит их от развития заболевания. А если такого, ну, в крайнем случае не случится, возможно, так сказать, что будет очень большая вирусная нагрузка, то тогда прививка предупреждает серьезные осложнения. То есть, значит, человек перенесет эту инфекцию достаточно в легкой форме. А почему важны быстрые темпы вакцинации? Сейчас очень много везде об этом говорят. Во-первых, инфекция очень, скажем так, неуправляемая нами, медиками. И ее стремительный рост во всем мире, недаром эта пандемия. И, как правило, осенний период, он всегда будет сопряжен с риском развития всех простудных заболеваний, вируса гриппа, вирусных пневмоний. Не обязательно это будет коронавирус. То есть, и вот в этом, так сказать, конгломерате вирусов коронавирус тоже может себя проявить и проявит обязательно, и будет рост этой инфекции. Более того, пожилые люди на самоизоляции, у них наступают другие состояния, такие как депрессия или обострение их хронических заболеваний, по поводу которых они боятся лишний раз обратиться в поликлинику. То есть, они не ходят и не обращаются к врачам только потому, что для них визит в поликлинику уже страшен. Я пойду сейчас, я могу заболеть, я останусь дома. Вот с такими мыслями человек живет в своей квартире. В данном случае прививка даст сформированный иммунитет, возможность вести полноценный образ жизни, то есть обращаться за медицинской помощью, и минимальные риски того, что в осенний и зимний период будут какие-то серьезные осложнения. Вот два варианта защититься, либо сделать прививку, либо закрыться наглухо дома, никуда не выходить, никого к себе не приглашать. Но у меня есть среди моих знакомых буквально несколько супружеских пар, пожилые люди, которые вот таким образом хотели как-то себя обезопасить, сидели дома, никуда не выходили, они заболели. Ну, на самом деле могут принести и близкие родственники, они могут быть носителями и в скрытой форме, особенно если это дети, лица молодого возраста. У них очень часто коронавирус протекает достаточно легко в скрытой форме, и его мы можем не диагностировать. Потом банально, если человек выходит в подъезд по какой-то причине, ну, там, скажем, в магазин спуститься или выйти на улицу, он может браться за перила, за дверные ручки, а металл он себе тоже притягивает вирусы. Если не соблюдаются банальные правила гигиены, мытье рук, да, это тоже может способствовать заражению. Ну, и обязательно, конечно, для таких пациентов, которые находятся на самоизоляции, это ношение масок. Не всегда все послушные пожилые люди, они очень любят говорить, что нам тяжело дышаться через маску. Ну, они-то, кстати, мне кажется, более послушные, чем молодые. Как-то так исторически сложилось, но не все, видимо, да? Да, не все. Давайте сейчас посмотрим сюжет, компиляцию нескольких сюжетов из разных районов области о том, как идет вакцинация в регионе. Долина Ардабьева в свои 82 переживает за здоровье и, как и многие, решила сработать на опережение. Не ждать заражения коронавирусом, а защититься вакциной. Сегодня женщине вводят второй компонент. Первый перенесла без последствий для самочувствия. Очень хорошо. И пускай все делают, прививаются. Спасибо докторам и сестрам. В городской поликлинике промышленного района прививку сделали уже более 10 тысяч пациентов. На сегодняшний день уже с уверенностью можно говорить, что вакцины безопасны. Мы не наблюдали за это время каких-либо значимых поствакцинальных осложнений. Хочется отметить, что основной группой риска при коронавирусной инфекции являются пожилые люди, лица старше 60 лет, люди, страдающие хроническими заболеваниями. Коронавирусом переболел еще в первую волну эпидемии, рассказывает житель села Камышла Раис Муниров. Привиться от COVID-19 решил, чтобы избежать осложнений и снизить риск повторного заражения. После постановки вакцины в прививочном пункте села мужчина узнал, что стал 400-тысячным жителем Самарской области, которому сделали прививку. Информация, знаете, противоречивая поступала. Но все-таки я так здраво подумал и думаю, это же нужно мне в конце концов, а не кому-то. Поэтому решил сделать прививку. Цель прививочной кампании – поскорее сформировать коллективный иммунитет. Только в этом случае инфекция перестанет распространяться. Сейчас в области созданы все условия для прохождения вакцинации. Сделать прививку от COVID-19 можно добровольно и бесплатно как в медицинских учреждениях, так и в мобильных пунктах вакцинации. С собой нужно взять паспорт с НИЛС и Полис. Медики напоминают, особенно важно прививаться пожилым и людям с хроническими заболеваниями. Это поможет избежать тяжелого течения болезни и осложнений. Это программа «Звоните доктору» в нашей студии Марии Скуратова, заведующая кардиоотделением больницы Пирогова. Мы сегодня говорим о болезнях сердца и о коронавирусе, о вакцинации. Мария Алексеевна, а если человек переболел уже? Очень многие говорят, я не буду вакцинироваться, я уже переболел. На самом деле после болезни, да, в первые 6 месяцев стойкий иммунитет, достаточно высокий уровень антител, после 6 месяцев они начинают снижаться. И здесь надо рассмотреть вопрос о вакцинации обязательно, чтобы, так сказать, предупредить повторное заражение. Повторное заражение возможно. Поэтому нет пожизненного иммунитета. То есть если человек считает, что он заболел один раз, он не заболеет второй раз, это миф. Маловероятно. Я хотела познакомить вас и наших зрителей. Нашла такие исследования социологов. Вот 93% опрошенных высказали мнение, что вакцинация от коронавируса должна быть добровольной. 7% считают, что прививки нужно сделать обязательными. 24% респондентов хотели бы сделать прививку вакциной российского производства, 13% зарубежной вакцины, а 63% участников опроса заявили, что неважно, где была произведена вакцина, важна лишь ее эффективность. И разговоры о вакцинах разных, наверное, вы тоже слышите, да? Все мы авторитетно говорим, нет, вот это, нет, вот это и не надо, вот это и лучше. Инесса, ну давайте вообще сначала начнем с вопроса вакцинации. О добровольности. Да, о добровольности. Нас всех в роддоме уже прививают первой прививкой, но сейчас в новом календаре это вирусный гепатит B, и дальше нам делают BCG, то есть вакцину от микобактерий туберкулеза. И по сути мы уже это в основном плане прививок деткам делаем всем. Далее мы делаем прививки от полиомиелита, краснуха, кори, таких серьезных заболеваний, которые бы могли унести жизни наших детей, либо сделать их инвалидами. Поэтому вопрос о прививке от коронавируса не стоит. Ежегодно мы массово прививаемся от гриппа, ведь порой грипп может дать еще больше осложнений, чем коронавирус. Поэтому здесь вопрос, прививаться или не прививаться, не должен стоять. Да, могут быть медицинские противопоказания в данный момент к прививке, их никто не отменял. Но это, так сказать, либо какие-то исключения, либо временные явления. Поэтому прививаться надо всем и обязательно, все возрастные группы. Но, к сожалению, пока деток мы не прививаем от коронавируса, до 18 лет вакцина не исследовалась. Но думаю, в дальнейшем, наверное, тоже будут разработки. Что касается приоритета к вакцинам. Если говорить о советских вакцинах, то это были всегда одни из лучших вакцин в мире. И российская школа инфекционистов и вирусологов была одна из самых сильных в мире. Поэтому не доверять советской вакцине, наверное, одно из самых больших заблуждений. Что касается, так сказать, опроса добровольно, принудительно, еще раз возвращаясь к моему первому ответу, я считаю, что вакцинация должна быть массовой. То есть принудительно? Ну, принудительно здесь, наверное, есть право выбора у человека, оно всегда есть. Он может написать отказ, но надо разъяснить, что это больше польза, чем вреда. Но вот 400-тысячный пациент у нас только еще появился. То есть до коллективного иммунитета нам еще далековато. Вы знаете, наверное, когда мы к этому вопросу подойдем все осознанно и все сделаем прививку, как я уже говорила в начале нашей беседы, мы развяжем себе руки. Мы можем ходить в общественные места, мы можем проводить мероприятия, мы можем путешествовать. То есть это дополнительно нам дает свободу. А в случае эпидемии, сами понимаете, да, сейчас начнется рост, и мы опять попадаем в состояние изоляции. И самое страшное, мы попадаем в состояние риска заболеть, и заболеть повторно. И могут развиться осложнения достаточно серьезные, а мы сейчас говорим о заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Могут быть такие серьезные миокардиты, которые приведут к инвалидизации. Сейчас открывают границы, разрешают какие-то массовые мероприятия, и многим из нас ведь, наверное, кажется, что все, ура, мы уже не вернемся к тому, что было осенью хотя бы. Я бы очень осторожно к этому относилась, и, наверное, путешествовать следует только, проделав вакцинацию, потому что шансов и гарантий того, что ты не заболеешь, ну, нет, скажем так. Тем более, мы, выезжая за пределы Самарской области, можем встретиться с новыми штаммами, в которых у нас нет иммунитета, и заболевание может протекать более тяжело, более сложно, непредсказуемо. Ну, и тем более, заболеть на чужбине всегда сложнее, чем в родном городе. Если говорить о вакцинах, о наших отечественных вакцинах, то сейчас уже все равно у людей есть выбор, да, какую вакцину сделать. И в последнее время как-то пропаганда, мне кажется, такую приличную ложку дегтя внесла в наши вакцины, тем более многие страны заявляют, что нет, мы не признаем, и то, что вы вакцинировались, это, в общем, вам не поможет, приехав за границу. И поэтому начинаются вот эти разговоры о том, что наша вакцина, она не очень качественная, и зачем тогда ее делать? Ну, это просто ложь, и мы доверяем нашим вакцинам, и все коллеги, и я планирую в ближайшее время привиться только нашей вакциной. Давайте мы послушаем сейчас зрителя. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Мне бы очень хотелось задать вопрос доктору. Да, пожалуйста. Да, мы слышим вас. Хорошо. Хорошо. Значит, мне 72 года я была в поликлинике, под ее не у врача. Она мне сказала, что прививку делать нельзя. Другой доктор сказал, что можно. Я вот очень бы хотела сделать прививку. Но у меня 12 лет назад был инфаркт. Сейчас истинея. Сейчас забывает аритмия. Вот что бы вы мне посоветовали. Мне очень бы хотелось сделать прививку. Да, спасибо за вопрос. Вам нужно сделать прививку, тем более, что вы 12 лет перенесли инфаркт. Для вас соблюдается единственное условие, что вы принимаете регулярно назначенные препараты врачом. И у вас в течение двух-четырех недель стабильное состояние. Не возникают какие-то экстренные ситуации. Нет вызовов скорой помощи. И при таком стабильном состоянии, отсутствии проявления вирусной инфекции, вы можете сделать прививку. Даже нужно. А у вас нет предположений, почему один из докторов сказал, что делать прививку нельзя? Чего мог доктор опасаться? Ну, здесь, к сожалению, либо ситуация была, может быть, доктор что-то подразумевал. Может быть, на тот момент у нашей слушательницы было состояние нестабильное, поэтому доктор ее как-то предупредил. Но надо здесь разъяснить нашим пациентам, что если пациенты принимают назначенную медикаментозную терапию, и у них медикаментозная ремиссия, то есть отсутствие проявлений выраженных заболеваний, то таким пациентам необходимо сделать прививку. То есть это возможно. Какие сомнения? Да, еще один звонок, послушаем, потом я задам свой вопрос. Алло, здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте, мы вас слушаем. Александр Истамаров, успокоен. Да, Александр. Вот у меня такой вопрос. Когда больше года назад пандемия начиналась, по телевизору было сказано, что на создание лакцины уйдет, ну, 2-3 года. И теперь, по прошествии примерно года, понимаете, есть некоторые подозрения. Почему так быстро сделали вакцину, да? Да, да, почему так быстро сделали вакцину? Вот вопрос развеять ваше сомнение, правильно, Александр? Да, спасибо большое. Да, спасибо большое. Александр, ну, мы только можем благодарить наших ученых-вирусологов, которые постарались и сделали вакцину гораздо быстрее. И могу сказать, что наши первые коллеги прививались вакциной, когда она еще была, ну, скажем, на этапе испытаний первых доз, и мы увидели положительный результат. А когда в исследовании, в любом клиническом исследовании препарат показывает хорошие результаты, то исследование всегда может закончиться досрочно, потому что польза от используемого препарата гораздо выше, чем ждать нам вот 2-3 года. И второй вопрос, что он нам был остро необходим, наверное, тоже. Нам вакцина была остро необходима, потому что, представляете, если бы сейчас не было на сегодняшний день вакцины, ситуация была более плачевная. А какие вообще сомнения испытывают ваши пациенты в отношении вакцинации? Вы знаете, я вот в последнее время и не сталкиваюсь с сомнениями у пациентов. Действительно, те пациенты, которые поступают к нам в отделение, и мы разъясняем необходимость вакцинации, ведь они должны привиться не только от коронавируса, они обязательно должны сделать прививку от вируса гриппа, потому что банальное заболевание гриппом вызывает прогрессирование сердечно-сосудистых заболеваний, вплоть до летального исхода. Ни у кого же не возникает вопроса, сделать прививку от гриппа или нет, правильно? Также пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями должны сделать прививку от вирусных пневмоний, потому что они тоже подвержены воздействию вируса в качестве вот такого бронхолегочного заболевания. И поэтому пациенты, в принципе, в своем большинстве прививаться готовы. Вот единственный момент, который может не всегда это, скажем так, разрешить и позволить, это их обострение основного заболевания. Надо привести его в стабильное течение. Когда в стабильное течение, мы можем сделать прививку даже при выписке. То есть если пациент стабилен, если у него подобрана терапия и все симптомы купированы, то мы проводим вакцинацию таких пациентов. И вот ему не надо идти в поликлинику и обоссоцировать. Да, мы одни из первого в городе, кто начал в больнице Пирогова вакцинировать пациентов при выписке. Хорошее решение. У нас есть звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос такого рода. Я сделала месяц два года, Наталья и Самары. Первую прививку сделала, через 10 дней после нее сильно заболела. Потом уже после выздоровления, короче, вторую прививку я сделала через два месяца. Я не опоздала? Нет, Наталья, вы не опоздали, вы сделали все правильно. Я еще хотела спросить, вы наверняка ведь своих пациентов наблюдаете после выписки, я имею в виду вакцинированных пациентов. Вот многие опасаются, что мало ли что, вдруг будут какие-то осложнения. Как ваши пациенты переносят прививку? Вы знаете, за, наверное, 6 месяцев активной вакцинации я еще пока не встретила ни одного пациента с осложнениями от вакцины. Я прочитала информацию, которая меня, честно говоря, удивила, что как раз пожилые, вплоть до 90 лет люди делают прививки, переносят прекрасно никаких ощущений, в отличие от молодежи, у которых бывает повышение температуры, там какие-то локальные боли. Вы знаете, дело все в том, что у пожилых иммунный ответ несколько снижен, и, очевидно, с этим они приносят эти прививки, ну, скажем так, менее заметны, чем молодые люди. Потому что, возможно, температурная реакция в первые 3 дня, она допускается, мы об этом предупреждаем пациентов. Вот, ну, здесь нет ничего страшного. Если будет температурная реакция таблетка по рацетамолу, купируется, и через 3 дня все симптомы проходят. Давайте еще один звонок послушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вот мне 74 года, да, и у меня другая болезнь, где-то Стас Слановский. Ну, вот я как прививку, я сам спрашиваю, нельзя, то говорить невозможно, как нет. А вы хотели бы сделать прививку? Ну, я бы хотела, я бы сначала думала, а сейчас вот боюсь. Да, спасибо. Если у вас нет никаких проявлений инфекционных, потому что слоновость это подразумевает, то есть кожных проявлений, то вы можете сделать прививку сейчас. А тромбоэмболии только наоборот, это одно из показаний к тому, чтобы вы привелись и защитили себя. Мария Алексеевна, а вы? Интимные вопросы вы сделали? Я планирую сделать в ближайшее время. Дело все в том, что я не успела с группой коллег привиться в первую волну и заболела коронавирусом, перенесла его на себе. И вот уже у меня подходит на исходе 6 месяцев, я планирую в ближайшее время сделать прививку. И всегда... Наши отечественные вакцины. Да, и всегда же люди спрашивают, а вот родные ваши, а вот как? Вот вы же не делаете сами прививки. Значит, что касается родных, родные тоже пойдут вместе со мной. Прививаться. Да, давайте успеем, наверное, еще один звонок принять. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, я тут сейчас с вами разговаривала, прервался звонок. У меня тут тромбоэмболия. А вы услышали ответ доктора? Нету, нету, нету. Вот почему я перезваниваю? Я не поняла ничего. Слушай, еще для вас повторяем еще раз. Наталья, если у вас нет инфекционных проявлений, нет никаких нагноительных заболеваний на коже, то вы можете сейчас сделать прививку. А тромбоэмболия, которую вы перенесли, она является дополнительно показанием к тому, чтобы вам эту прививку сделали. А лимфостаз? Что новость вот эта вот? Ну, я повторюсь так. Лимфостаз сам по себе не является противопоказанием. Могут быть противопоказанием гнойные процессы на коже, если они присутствуют у вас в данный момент времени. Если их нет, то прививку делать можно. Да, спасибо вам большое за вопрос. Вот тем временем время эфирное наше вышло. Спасибо. Надеюсь, что мы сегодня какие-то сомнения развеяли у людей, на какие-то вопросы успели ответить. Ну, мне хочется сказать всем, что вакцинации, бояться ее не надо. Наоборот, она показана большинству населения Самарской области, да не только Самарской области. Это, скажем так, наш спаситель. Спасибо, Мария Алексеевна. Надеюсь, что нас действительно услышали. Будьте здоровы. Увидимся ровно через неделю. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»